Добрый вечер! Это программа «Война и мир». Вы смотрите нас на официальном сайте 17 канала 17TV.com.ua. Для вас в студии работает Виктория Пилипенко. С коррупцией борются, взяточников ловят, а деньги арестовывают. А из этих денег за последние полгода в казну государственную вернулось без малого аж 8 тысяч гривен. А коррупции, как инфекционные болезни грязных рук, мы сегодня поговорим с человеком, который о коррупции знает все. Добрый вечер! У нас в гостях Владимир Николаевич Барышников, профессор кафедры административного менеджмента и политики, занятый с институтом подготовки кадров. В 1995 году отвечал в Главном управлении государственной службы за имплементацию закона Украины про борьбу с коррупцией. И уже более 15 лет читает лекции госслужащим по теме предотвращения коррупции. Автор многих методик и научных разработок в этой области. Добрый вечер вам! Добрый вечер! Я так понимаю, тема вам более чем знакома? Да, тема мне очень знакома. Я считаю себя экспертом и рад, что вы меня сегодня пригласили. И я с удовольствием на все вопросы, которые вы мне зададите, буду стараться отвечать, чтобы это было интересно и нашим зрителям. Ну что же, начнем. Как именно звучит ответ от госказны, я их прочитаю. Государственные казначейские службы Украины сообщили, что по коду классификации дохода у бюджета 5-00-80-100 конфискованные средства и средства от реализации конфискованного имущества, которые были присвоены коррупционным методом в специальный фонд государственного бюджета по состоянию на 1-07-15, поступило 7 865 гривен и 77 копеек. Это что за сумма смешная такая? О чем это говорит? Да, действительно, сумма очень маленькая, потому что тогда непонятно, для чего содержим такие органы силовые, которые не могут даже окупить себя. Ну понятно, что эти деньги слишком мало, чтобы оправдать наличие правоохранительных органов, которые так активно борются с коррупцией. Ну причин, конечно, много и анализировать сегодня мы с вами не сможем. Главное, что какие-то шаги предпринимаются. Вот мы знаем, что сегодня объявили в прокуратуре Генеральной и в Министерстве юстиции о принятии нового закона, который будет способствовать возвращению активов. Такая новая сегодня, вот я ее только тоже узнал по французскому методу, и это обнадеживает. Давайте посмотрим этот видеоматериал. Наши журналисты сегодня были на месте. Да, это интересно. На месте мы посмотрим сейчас. Представители Минюста, Генеральной прокуратуры и Центра противодействия коррупции представили законопроект о новом национальном агентстве. Оно будет заниматься поиском, возвратом и оперированием денег и активов, украденных коррупционным путем. Для того, чтобы злочинец не хотел заниматься коррупцией, его нужно избавлять злочинно здобутого майна, и его активы нужно конфисковать. Спецагентство будет подотчетным Верховной Раде и Кабинету министров и будет иметь статус центрального органа исполнительной власти с особым статусом. Претендента на должность председателя будет подбирать конкурсная комиссия из 8 человек. В нее войдут представители Верховной Рады, Генпрокуратуры, Министерство юстиции и финансов, а также антикоррупционного бюро. Сейчас, для того, чтобы выяснить, кому принадлежат активы, нужно направить огромное количество запросов в различные инстанции. Теперь же следователю достаточно направить одно обращение, и за короткий срок агентство предоставит исчерпывающую информацию. Также законопроект дает возможность арестовать имущество, записанное на родственников или же на подставных людей. В настоящее время в Украине это сделать невозможно. Это прямая норма, которую мы планируем ввести в КПК. Арештованное может быть майно, которым владелец используется, распоряжается будь-яка физическая или юридическая особа. Необходимость создания агентства по возврату активов является одним из основных критериев выполнения Украины плана действий для получения безвизового режима с Европейским Союзом. Если законопроект будет принят в сентябре, то уже в декабре агентство начнет свою работу. После чего создадут единый реестр активов, полученных преступным путем. Богдан Белый, Илона Эмиратова, Кирилл Иванов, 17 канал. Мы возвращаемся в студию. Тема нашего сегодняшнего эфира – коррупция, излечимая ли болезнь. Мы посмотрели видеоматериал о создании нового органа возвращения денег в госпюджет. Ну, вы знаете, в общем-то, создание этого агентства меня порадовало, потому что я отлично знаю, насколько сложно возвращать эти деньги. Не потому что их не хотят возвращать. Обвиняют, конечно, чиновников, что они не возвращают деньги, дают возможность их ввести. На самом деле это очень сложный процесс. И все, что будет способствовать упрощению, вот мы, собственно, сегодня увидели ответ, что надо упростить все это дело. И вот шаги такие делаются. И важно, что все это делается и по кому-то наитью. Вот такие вот законопроекты у нас пытались принимать. Ну, вот депутаты с инициативой выступают. Но не все из них проходят. Тот же Порошенко, например, президент Украины, не подписал важный очень закон, по которому можно было применять такой метод, как общественное обвинение, когда любой мог обвинить. Да, и он его заветил, ну, он, во всяком случае, его не подписал. Потому что это была инициатива, ну, скажем, ненаучная, что ли, непроверенная временем. В данном же случае речь идет о французском опыте. То есть это цивилизованная европейская страна, которая дает нам, передает полностью свой опыт. И поэтому есть надежда, что на этот раз, ну, может быть, получится. Вы что-то знаете про эту французскую систему? Насколько она эффективна? Ну, честно признаться, я не знаю об этой системе, я не буду, как говорится, говорить лишнего. Вы доверяете по умолчанию, потому что... Да, исходя из того, что там есть эксперты. Минют сегодня очень сильный. Я с уважением отношусь и к министру, и к его заместителям. И вот они ведут большую работу. И есть много примеров, что они делают очень полезные вещи. Вот я, например, сегодня готовился к передаче, даже сам не знал. Я знал, что есть такая инициатива в Верховном Совете принять такой закон, по которому запретить, чтобы чиновники запретили требовать справки. Вот в это трудно было поверить. Вот не надо будет... То есть не имеет права... Промка о чем? Никаких справок. Никто у вас теперь, с 1 октября, по-моему, я вот, чтобы не ошибся, никто не имеет права у гражданина Украины потребовать какую-то справку. Есть интернет, есть базы данных. Чиновник должен сам... Фото ЖКХ какие-нибудь тоже уже... Вообще никаких справок. Это то, к чему мы должны были прийти давно. Еще в 93-м году я слушал лекции американцев. Еще перестройка шла, еще Советский Союз, по-моему, был. Да, был Советский Союз, потому что я в Москве учился, в Академии. И американцы говорят, компьютер не для того, чтобы на нем печатать письма, там, или еще, там, интернет смотреть. Компьютер для того, чтобы зайти туда и иметь абсолютно всю информацию о человеке, который есть. Вот Минюз это сделал. Они собрали все сервера, которые в органах власти, в один. И теперь зайди туда, ну, те, кому есть доступ, естественно, кому администратор разрешает. Ну, мало времени. Но у меня был такой случай, парадоксальный, я его студентам очень часто рассказываю. Когда мой сын еще не имел паспорта, надо быстренько оформить выездной документ, где ты, есть такой, или был, по-моему, был. И надо было быстро, потому что лето уже кончалось, он болтался, я тут подвернулась еще возможность поехать. И надо было быстро оформить. Мы обратились в паспортный стол, и жене там рассказали схему. Ну, в общем, месяца два надо было потратить, чтобы это. Она вышла расстроена, тут же какая-то старушка в коридоре. Дочка, ты чего? Она говорит, да отстань бы более там не до тебя. Да нет, ты расскажи, поделись горем. Та поделилась, та рассказала, адрес дала, полтора квартала. Мы тут же подъехали в ком-то подвале. Сидела фирма, которая за три дня по одной цене, а за один день по другой цене, ну, более высокая. А ну и сейчас так работать, я вам скажу. Не, ну так надо было справка, знаете о чем? Что мой сын несудимый. То есть милиция, ну, органы, которые паспортный стол тогда был в милиции, сами у себя не могли взять сведения в компьютере, что он несудимый. Я должен был им принести эту справку, которая стоила где-то там долларов 20-30. Нормально, да. Ну вот сегодня это ликвидируется. Вы не представляете какой-то страшный удар по бытовой коррупции. Если чиновник придумал справку, вот надо это, 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 то он сам эти сведения добывает. Вот теперь он подумает, надо ему эти сведения или не надо. Ну, получается, что причина возникновения коррупции, ну, в разных разновидностях, как вы говорите, бытовой, например, если бы была возможность исключить человеческий фактор, тогда бы вот эта цепочка, она бы прерывалась, не было заинтересованного человека. Ну, это одно из направлений, конечно, да. Вот все перевести в электронный уряд, и чтобы люди могли, вообще человек не должен выходить из дома. Он зашел в компьютер, да, там все есть, все сервисы. И вот я почему обратил внимание именно на деятельность Министерства юстиции Украины, что они делают в этом направлении громадное усилие предпринимают, и у них есть конкретные результаты. А их пытаются дискредитировать всячески, что они, ну, понятно, теряют, собственно говоря, чиновник. В конце концов, скоро будем искать чиновников, потому что никто не захочет там работать за эти маленькие деньги, потому что никакой прибудка, скорее всего, они уже не смогут. Левых получить. Ну, а сегодня? За последний год было огромное движение людей, которые решили бороться с коррупцией. Я имею в виду общественные организации, они создавались повсеместно. Что вы можете сказать об этих организациях, насколько они эффективны, что имеете какой-то опыт реальной борьбы с коррупцией? Ну, конечно же, роль общественных организаций в создании громадянского суспильства в Украине очень высокая. И есть очень эффективные. Есть, конечно, ручные, комнатные там, есть такие при генеральной прокуратуре свои какие-то там. Их очень много. Они создаются, умирают, получают какие-то гранты. Ну, в общем-то, движение грантаедов было. Его никто запретить не может, потому что люди хотят как-то зарабатывать. И я вообще даже не вижу в этом ничего плохого, лишь бы работали. Но сегодня есть несколько организаций очень мощные. Вот, кстати, в этом сюжете, который вы показали, вот справа сидела, не помню фамилия, значит, она представляет именно громадскую организацию. То есть вот участникам сегодняшних всех процессов... То есть Минюст пустил к себе за стол представителя общественного... Она запустила, она самый активный участник. И сегодня представители независимых громадянских организаций, они входят в такие уже органы практически правительственные, в иконавчие влады. Например, та же комиссия по формированию Национального агентства запобегания коррупции. Там половина из восьмичек, половина – это представители громадянских этих независимых организаций. То есть это очень здорово. И вот эта группа по наработке реформ, которая, кстати, и представила Верховному Совету большинство антикоррупционных законов – это конгломерат. Выконавчая влада, Верховная рада, то есть это представители власти, и это представители бизнеса, и это представители независимых громадянских организаций. Вот такой уже симбиоз. Для чего? Чтобы на первых порах создания законопроекта уже нарабатывались такие решения, которые потом бы не оспаривались какой-то из этих трех сторон. Это, я считаю, очень большой шаг, и это вот за последний год на моих глазах все происходит. Вы упомянули о доносах. Меня-то все-таки немножко смущает. Почему вы считаете эффективным методом борьбы с коррупцией? Интереснейшая тема. И вот одна из самых известных организаций на Украине, я могу даже прорекламирую, но я даже это делаю с удовольствием, называется она Transparency International Ukraine. То есть самая такая независимая, известная организация в мире, независимая, неправительственная, которая занимается вопросами, и вот они составляют рейтинг, восприятие коррупции в разных краинах. Transparency International имеет отделение во многих странах. И вот у нас это именно Transparency International Ukraine. Чем они занимаются, о чем вы говорите? Они занимаются буквально всем. Они очень активные, они очень разведленные. Коррупция, борьба с коррупцией, общественные? Вот за побеганием коррупции. То есть борьбой нет. Вот я хотел бы, чтобы раз уже у меня такая возможность, я студентам всегда это растолковываю, что есть два аспекта проблемы. Первый, это борьба с коррупцией, это понятно, прокуратура, это милиция, ну полиция там, это СБУ, например, раньше, сегодня нет, сегодня осталась только прокуратура, МВС, вот, и два новых органа, вот это агентство по запобеганию коррупции и антикоррупционное бюро. Вот все органы, которые борются с коррупцией, это борьба, это уже есть коррупция, с ней надо бороться. Но есть же другое направление, можно сделать, чтобы ее просто унеможливлив włas. Предотвращение, да? Предотвращение, это запобегание коррупции. Даже закон отдельно сделали про запобегание коррупции. Раньше было запобегание протидия, а протидия это борьба. Никакой борьбы, только запобегание. Вы мне говорили, существует какой-то закон, который отмывали. Про противодействие коррупции. И там есть раздел. В общем, если я как эксперт, вот меня сегодня вы спросили, вот какое же, вот что нам дает надежду, что все-таки вот произойдут изменения. Безусловно, все, что делается, дает надежду. Все, что делается, я не хочу умолять. Но вот я как эксперт считаю, что очень эффективно, и Transports International Украины активно этим занимается, это выкрывание коррупции. То есть надо приучить общество, что разоблачить взяточника, разоблатить коррупционера, это сознательный поступок, это поступок гражданина. Человек не просто ворует деньги, он подрывает устои власти, он подрывает веру общества. Поэтому есть специальный раздел, я его называю новый закон, от 26 апреля 2015 года он уже вступил в силу, был принят в октябре прошлого года, вот еще старым Верховным Советом. Есть специальный раздел про вот захист ОСИП, яки надают допомогу у выкрывания коррупции. На самом деле, это выкрывачи. Создаются все условия, их охраняет правоохранительный орган. Ну в общем, если, ну вообще я считаю, что коррупция только там, где бесконтрольная. За всеми не уследишь, то есть чиновников много. Поэтому каждый сознательный громадянин Украины должен следить, чтобы рядом с ними не было коррупционеров. Если донос был неправдивый, так же можно подходить за решетку. То есть он имеет право, он, кстати, имеет право анонимно, это вообще революция, и анонимно, да, имеет право, и его будет рассматривать. Единственное, что когда он сообщает анонимно, он должен не просто сказать, он ворует там вот мешками, вот мы видим, нет, число, какие мешки, по внешнему, то есть факты. Факты будут проверяться, факты, фамилии будут проверяться. Человек анонимно остается, он не должен бояться, потому что у нас все знают, как поступают с доносителями, ну в общем-то. Поэтому вот это первое. И второй аспект – новый подход к декларированию, к декларации. Давайте вы немножко позже к этому перейдете. Просто оно в комплексе должно сработать. Я поняла. По теме раскрытия взяточников, давайте посмотрим. Прошлый год был урожайным на вот эти истории, но они заканчивались по-разному. Например, история с Сергеем Бачковским. Покажите нам видеоматериал, мы просто посмотрим, потом вернемся и обсудим в студии, чем уже закончилось. Прошлый год. Представьтесь, пожалуйста. Вы задерживаетесь в порядке статьи 208 УК Украины по подозрению в хищении бюджетных денежных средств особо крупных размеров. По статье 191 часть 5 УК Украины. Продолжение следует... Прошу следовать за мной. Программа «Война и мир» Зачем это нужно было? Зачем это показуха? Простите за такое слово. Я имею свое мнение, но у меня и удовлетворило объяснение самого Авакова. Он был на какой-то передаче, уже сейчас не помню точно на какой. Но такая наша обычная политическая шоу. И он подробно объяснил, да, это запугивание, запугивание коррупционеров. То есть все должны знать, что их тоже могут вот так вот, если они будут нарушать закон. Это было, ну, такое психологическое давление. Ну, я считаю, что этот метод, наверное, тоже цивилизованный. В конце концов, обвинение предъявлено, доказы собраны. Ну, опять-таки спрашивают, а почему же до сих пор там кто-то на поруке и так далее. Все в соответствии с законодательством, которое происходит, которое у нас есть в стране. Либо надо его менять, но не придерживаться законодательства в борьбе с правонарушительными невозможно. Поэтому сейчас происходит расследование, я не знаю, так объяснил Аваков, и все идет своим чередом. Но все эти процессы очень длительные. Все эти процессы очень длительные. Публично арестовать его можно было в булочной, люди бы видели, и другим неповадно было. Но, тем не менее, все это происходило на глазах всего Кабмина. Министры вжались в стол, кто-то напрягся, кто-то расслабился, кто-то вздохнул. Ну, со слова Авакова я понял, что это было трудное решение. Он его согласовал с премьер-министром. И премьер-министр, он и есть премьер-министр для того, чтобы принимать решение. Тот говорит, да, давай, это нормально. И ему виднее, понимаете, это член правительства, он, кстати, может быть и не член правительства, но он присутствовал на этом заседании. И это решение премьер-министра. Мы его оспаривать не можем. Мы ему доверили, страна ему доверила рулить, он рулит, и он выбирает методы. Я считаю, что это нормальный абсолютно метод. Перед началом сюжета вы сказали, что история продолжается. Я помню, вы меня учили, объясняли на примере вот этой истории с Сергеем Бачковским, что почему так медленно проходят дела, почему до сих пор не возвращены средства. Я так понимаю, что речь шла не о 8 тысячах гривен, да, в истории с Сергеем Бачковским. Ну, то есть вы говорите о том, когда же начнут деньги, начнут поступать деньги. Да, когда же реверс. Сделано очень много, сделано очень много. Уже всех документов назвать сейчас и не могу, и нет никакого смысла. Да, я так вот по памяти и не помню. Но создается механизм. Создается механизм эффективного... Его еще нет? Почему создается? Нет. Ну, создается законодательно сначала, нормативные правовые документы. А где он был ранее? Почему его не было раньше этого механизма? Ну, вот не было, да, не было. Вот вы знаете, я специально посмотрел отчеты. Ведь у нас с 2011 года, после принятия закона про запобегание тапротедии коррупции, вот готовится каждый год отдельно доклад по всей коррупции. Вот что делается, сколько людей там, вот открыто следствие, сколько выявили правонарушений, сколько денег вернули. И вот последний отчет был, к сожалению, за 2013 год. Его подготовил Минюст. И эту цифру я запомнил. Значит, там была всего одна стройка. Вот один абзац, три с половиной строчки, что в 2013, по результатам 2013 года, было нанесено ущербу государству на 268 миллионов. Я так довольно точно запомнил. Это учет, хотя бы есть это? А вернули государству 286. Вот там, наоборот, две цифры. Гривен, да? Миллионов гривен. А, миллионов все-таки, да? Не, не, не тысячи, да. Это миллионы, то есть 26 миллионов. То есть сколько украли, столько вернули практически? Нет, в 10 раз меньше. 286 и 26,8. Может быть, я ошибся, может быть. Вот в 10 раз меньше. Ну, 28 миллионов. 28 миллионов. То есть этим сильно никто не занимался. Ну, сами понимаете, почему. У кого забирали? Какой-то мэр из той партии не регионов, а другой. А когда власть менялась, наоборот, тех, кто... Ну, в общем, они вот этих мэров там шерстили, потому что они были беззащитные. Очень часто от каких-то маленьких партий, не свои. Вот. Вы знаете, я вот когда ехал на передачу, просто задумался, что значит демократия. Вот почему демократии в демократических странах легче бороться с коррупцией. Ну, хотя бы потому, что раз в 4, раз в 8 лет примерно происходит смена власти. Ну, в Соединенных Штатах два срока отбыл, уже, наверное, третий будет... У нас такой роскоши нет. У нас смена власти буквально ежегодно. У нас... Это как национальный праздник. Ну, они уже просто знают, что в конце концов придут противники, оппоненты и спросят. Ну, все равно, что будет у них доступ ко всем материалам, документам и так далее. Они просто думают наперед. И вот у нас так же и происходит. Вот сегодня противники партии регион, ну, они заслужили, может быть, это уже такое дело, политическое. Но расследуют, в первую очередь, их преступления. И это нормально. Но сегодня, кто расследует, должны знать, что в демократическом обществе завтра может произойти все наоборот. И тогда расследовать будут их. И это должно заставить их задуматься. Ведь почему при Януковиче вот был такой расцвет? Потому что безнаказанность. Безнаказанность. Все знали, что Янукович навсегда. Его сковырнуть невозможно. У него все схвачено. Мы видели, как выборы происходили, где бы они ни происходили. Всегда побеждали тех, кто хотел Янукович. Ну, конечно, все уже обнаглели и поняли, что им ничего не грозит. Как иллюстрация Ваших слов, если можно следующий сюжет про другой исход, взятие человека на взятки. Это у нас история скандального Петра Мельника, ректора. Пожалуйста, можно нам сюжет? Мы до Вас пришли. И вступили в Китай. И вот. Еще раз надо на вопрос. Что мы отримали зараз? Не закономит для Вильногорода. Вильногорода, прошу. Чеки зашли кошты. Вам кто-то передавал зараз? Я напишу, может быть. Свеча? Да, что тебе правило. За подозренное училими криминального правопорушения. Петра Владимирович. Я голосую Вам памятку за Ваши процессуальные права. За Ваши взгляды. Ваши взгляды. Вы все с умными. Еще до выданности войны. Особой пламачи цены и неходости. Петра Владимирович. Я Вас прошу. Пожалуйста. Сюда с камерой подойдите. С камерой подойдите сюда. С камерой подойдите. Вот, вот. Деньги подойдите. Деньги подойдите. Деньги подойдите. Под столом. Деньги подойдите. Что-то лишнее было. Деньги подойдите. Петра Владимирович. Ведите себя нормально. Встаньте за стола. Вот так вот. Поднимитесь. Что за цель устроен здесь? Наручники есть. Сейчас оденем. Встаньте, пожалуйста. Поднялись. Встаньте. 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 Пожалуйста. Взрослые, серьезные человеки. Заставляйте нас здесь. Вот здесь. Встаньте. Встаньте. А тут не надо руки. Встаньте. Все, все. Спокойтесь. Встаньте. Прослепите. У нас находится три пачки грошовых купюр по две тысячи гривен купюры по две тысячи гривен купюры, по две шестие гривен по двести гривен на выигляд, на청ник и пачка купюр по пятьдесят гривен. Дальше достаем первые конверты, конверт номер один, с надписью «360-летняя битва под Берестечком», в котором находятся, прошу обратить внимание, грошовые деньги. А самые купюры номиналом 100 долларов США. Чем более, они ему отдали залоговую сумму, там что-то около полумиллиона гривен, если не ошибаюсь, как-то так. Вот такой вот исход. Хорошо ли, плохо ли, что с этим делать? Одни взяли, другие отпустили. Проблема очень простая. Дело в том, что преступления, связанные со взяткой, ну, хабар по-украински, сегодня это называется, кстати, неправомирна выгода. Ну, вот такой термин придумали, люди привыкнут. Не нравится термин «коррупция». По-моему, это распление и порча. Коррупция, да, но вроде бы да, да, да. Коррупция хорошая. Раскрывает наиболее смысл вообще значения этого слова. Портит общество и расплевает государство. Виктория, я вам скажу, вот в чем проблема? Проблема в том, что есть преступление, вот юриста, я хоть по образованию юрист, но так как я много уже там вот в этом деле все время нахожусь. Есть такое понятие латентное преступление. Это преступление, которое не на виду. Ну, я всегда такой студент, например, говорю, вот если человека взяли и избили хулигана или грабители, отобрали деньги, опять побили, ну, сразу все, он лежит, идут прохожие, нашли, вызвали милицию, его скрыть нельзя. То есть оно на виду. Или, ну, не дай бог, там убили это вообще, там тоже труп уже никуда не денешься. Вот, а есть преступления, которые заинтересованы, и те, кто дает взятку, и те, кто берет, заинтересованы, чтобы никто об этом не узнал. Это так называемое латентное преступление. И вот коррупция, вот особенно коррупция, связанная с, ну, вот, со взятками, с хабарями, она латентная. Потому, почему? Когда-то, ну, я позволю полминуты, мне когда-то сын маленький спросил, вот, папа, а что такое взятка? Ну, маленький был он же, взрослый. Вы ему расскажите историю про справку, о том, что он не судим. А, ну, то же... Или это другостин, или это тот же сын? Нет, ну, это тот же сын, да, тоже он был маленький. Ну, ладно, я расскажу уже это, потому что начал очень быстро. Да у меня спросил еще такое взятка. Я говорю, ну, а папа-то доцент был, значит, умный, сын спросил, кроха-сын к отцу пришел. И я решил ему на примерах, по-научному, я говорю, ну, как ей объяснить? Вот, вот, пример, вот, 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 а мы как раз хотели квартиру купить-то, да, вот, они стоили, да, недорого, 10 тысяч однокомнатные. Я говорю, вот, у нас есть эти деньги, и мы вот с мамой решили, твой старший брак скоро женится, а у него пойдут дети, чтобы с нами не жил, вот он будет отдельно и так далее. Вот, но я могу сделать по-другому. То есть 10 тысяч, в общем-то, у нас есть, но я могу по-другому. Я могу найти дядю в горы из полкома, дать ему 2 тысячи, и нам дадут за 2 тысячи эту квартиру, и 8 тысяч мы сэкономим. Реакция была неожиданная, но он говорит, так это ж хорошо. И вот вы воспитали все мысли, что взятка, это же хорошо. Ничего себе воспитал, вот. Ну, потом я уже начал откатывать назад, говорю, не, ну, это вроде хорошо. На самом деле, вот вилл переходит, стоит бабуля, у нее негде жить, она там где-то на вокзале ночует, продает какие-то семечки, чтобы как-то, в общем-то, жизнь концы, концами свести. Вижу в глазах никакого сочувствия нету к этой бабуле. Ну, в общем, я совершенно растерялся. И только со временем я понял, что надо было бы рассказать, надо было рассказать ему про парашу. Вы правильно подвели к моему, к моему главному вопросу. Какой основной вред для государства, для населения от коррупции? Почему нужно с ней бороться? Да, да, вот это хороший вопрос, потому что я всегда объясняю таким образом, что, конечно, когда воруют деньги, никто не должен думать, что это у кого-то воруют, это у тебя тоже. То есть это, ну, всегда плохо, ну, у тебя из кармана вытащили там 100 гривен, ну, приятного мало, правильно? Да. Ну, в конце концов, можно пережить. Не в этом проблема. Проблема в другом. Коррупция подрывает основы государственной власти. Люди перестают верить в власти. Все. А чувство справедливости у людей, я вот прожил много, одно из основных. Ну, вот вы знаете, я не говорю, что может быть самое основное, но одно из основных. Оно вообще помогает жить. Я вот такой пример приведу. Вот я вот, мы литературу когда-то, мы были молодыми, у нас было модно читать и все. Любой человек готов вот в окопах, вот под страшной бомбежкой. И вот сейчас у нас такая ситуация, он готов воевать, даже отдать жизнь, потому что мужчина должен быть готов. Он для этого рожден. Он рожден, чтобы защищать свою семью, все, что родное, все, что у него есть. Ну, такое предназначение мужчин. Да. Просто поменялось время, мы думали, что нас уже это не коснется. Если рядом в окопах сидит сын его начальника, сын президента, сын премьер-министра или сын королевской семьи, как в Англии, и все знают, где он служит. Каждый день идут репортажи, на каких самолетах, вертолетах он там летает. И это опасно. И он принимал, он был в Афганистане. У нас, честно говоря, немножко по-другому. У нас можно себе позволить, чтобы сын стал депутатом. Ну, какой он сам по себе, если бы не от партии имени Папы. Ну, кто бы он его включил в эти списки. Если бы он пошел по мажоритарке и его бы избрали, ну, еще полбеды. Ну, так нельзя. Это чувство несправедливости. И вот чувство несправедливости, это самое страшное, оно разъедает наше общество. Оно его, вообще все разваливается. Ну, о чем говорить? Ну, даже не в деньгах дело, а дело в том, что у нас нет армии, у нас нет медицины, у нас нет образования. Все только из-за коррупции. В Средневековье, я вот пока, я помню эту картину когда-то, как судьи, которые брали взятки, сдирали живьем шкуру, и эту шкуру натягивали на кресло будущего судьи, который на его месте. Потом сидел и трижды думал перед тем, как брать взятку или не брать взятку. Ну, как бы оно... Много способов. Да. Сейчас в Китае в наши дни, в КНДР, я помню, вот какой-то год, 12 или 13, ну, не суть важна, согласно статистике Верховного народного суда КНР, за один год за коррупционное преступление были осуждены 24 406 человек, из них 5 972 преступника были приговорены к лишению свободы на срок от 5 лет и более тяжелыми видами наказаний. А случаи, когда казнили за взятку, помните, двух мэров каких-то крупных провинций казнили года 4 назад, потом казнили тоже чиновника какого-то известного, то есть это регулярная практика казнить за взятку. Чтобы было в нашей стране, если бы у нас казнили за взятку. Дело в том, что у меня в Китае много друзей, я там часто бывал, у нас просто институты дружили, я в Киевском политехническом, ну, в общем, были у нас контакты чисто научные, я бывал там часто, я видел, как по улицам у них очень... Ну, тогда это было, последний раз я был в 2006-м. Ну, в общем, с обеда где-то по городу ездят грузовые автомобили, и спереди выставлены люди, которых сегодня расстреляют. Для устрашения. То есть это огромная азиатская страна с большим населением, вот это устрашение, очевидно, нету другого. Ну, в общем, да, они пошли по этому пути, но вы знаете, сами цифры говорят о том, что мало помогает. То есть столько расстреливают, но тем не менее, вот желающих украсть деньги не уменьшается. То есть вообще одного кого-то рецепта не существует. Человек должен, конечно, бояться, но не столько бояться, сколько неотвратимость наказания. То есть вот доносительство – хороший способ. То есть, ну, все же знают. Ну, все о своем. Вот все, нет, ну, извините. Ну, вот просто тот, кто рядом, он же видит все, видит сосед. А знаете, сколько бывает просто злых людей, которые «Ладно, ладно, я тебе устрою, и все, и потом ты не отмоешься долго». А человека взяли и казнили, через два года расследовали. Нет, нет, ну, казнили. Ах, нет, ошиблись, бывают в жизни огорчения. Ну, все, ладно. В общем, я к тому, что все надо в комплексе. И вот, кстати, есть такая страна, которая… Давай, да, приведите нам пример. Да, вот я очень часто привожу. Сегодня это уже известно. Раньше это было менее известно. Такая страна Сингапур есть. В 1953 году началась борьба с коррупцией. Там был ужасный уровень. Там было все коррумпировано. Ну, как в любой стране, там, где они занимаются этими вопросами. И, в общем-то, была безысходная ситуация. Но пришел герой, я вообще называю такого человека Батыром. Не знаю, почему, но мне нравится. Вот в каждой стране должен появиться Батыр. Вот Батыр, который наведет порядок. А это сложно, потому что члены семьи тоже не понимают. Они думают, что это все несерьезно. Он начал с того, что то ли родного дядю, то ли какого-то там племянника посадили за решетку, за коррупцию. И пошло-поехало. И все, когда поняли, что серьезно, то просто перестали. Потому что это было просто бесполезно. Уже, в конце концов, это заканчивалось одним. И случаи были поразительные. У них всего там порядка 5 миллионов населения. Человек, который попадался на коррупцию, он не мог оставаться в этом обществе жить. Ему было стыдно перед своими людьми. Он гнобило самообщество. Он сам не мог выдержать такого гнета. Вы знаете, и он, эти люди уезжали за границу, кончали с собой. И в конце концов, это явление сошло на нет. Но так просто, само собой, что там казнили кого-то. Там никого не казнили, кстати. Но какой метод? Метод комплексного подхода. У людей, которые принимают решения, должна быть высокая зарплата. Они просто сделали, допустим, директор департамента, если по-нашему, который может принять решение ответственное, он получает столько, сколько примерно в промышленности получает такой же самый руководитель фирмы крупной. Ну, если там 10 тысяч, то они давали 12, чтобы здесь было лучше на государственной службе. И лучшие мозги шли сюда. Был настоящий конкурс. Стимулировали. Да, стимулировали именно деньгами. Но опыт показывает, только деньги ничего не решают. Почти каждый второй, премьер-министр Японии, коррупционер. То есть один нет, а второй да. Потому что соблазн слишком великий. У каждого человека есть своя цена. Человек не может устоять. Ну, это вот сделать ничего нельзя. Это надо просто учитывать. Поэтому неотвратимость наказания. Поэтому надо, чтобы все были на виду. И у них комплексы. Я вас буду просить сейчас подводить итог и дать нам все-таки какие-то наставления об обществе, наверное, в лице. Научите нас, что нужно делать каждому гражданину, от которого зависит будущее государства, для того, чтобы препятствовать развитию коррупции, что ли. Ну, может быть, я вас немножко удивлю. Ну, я сразу сказал, что не существует какого-то единого рецепта. А Сингапур, пример Сингапур. Но человек, будучи преподавателем, будучи учителем, и зная проблему, будучи экспертом, вот я могу сказать одно, что сегодня, сегодня в обществе создана такая уникальная ситуация, когда все хотят уже, наверное, с этой коррупцией расстаться. Вот не знаю, как вы лично. А чем? Да, и большинство хочет, да, и это, ну, кроме там уже самых, которые не могут по-кормушке оторваться, они просто не знают, как дальше жить. Вот, но их оторвут все равно, может, хотят они того или нет, может, общество нетерпимо. И вот создалась такая нетерпимая остановка в обществе. И она вот во всем, вот даже, ну, известно, что революция гидности, она, в общем-то, в первую очередь от этого беззакония, коррупции, вседозволенности, это люди жили в роскоши в то время, как другие, в общем, голодали, может быть, и так далее, несправедливость. Это вот реакция населения, реакция нашего народа. Сегодня, вот когда создана такая атмосфера, и есть законодательство, что немаловажно, то есть есть законодательная и нормативная база для того, чтобы побороть это, ну, напрашивается сам собой вывод. Надо, чтобы люди знали это законодательство, выполняли его и пользовались его инструментами. Ну, те же самые выкрывающие, которых я сегодня уже третий раз вспоминаю, ну, что он будет выкрывать, если он не знает, что выкрывать? Ну, что, вот тот ворует, ну, так, это же не аргумент. Вы правильно сказали? Это не аргумент. Он должен грамотно это все делать. Поэтому просветительство, вот, создание атмосферы, где будет, вот, все будут заодно, все будут понимать, что только избавление от этого, от этой коррупции, вот, приведет к расцвету, к расцвету демократии, всего на свете и так далее, то, что, ну, лучшее, что есть в людях. Ведь как хотят дискредитировать? Я вот смотрю, вот, что там... Можно, коротко, у нас остается купальная минутка, да? Да, ну, все. И, ну, вот, собственно говоря, поэтому вот я сегодня, как преподаватель, как эксперт, занимаюсь тем, что создаю такой учебник, и, в общем-то, учебников много сегодня, но нету мотивации изучать. То есть, ну, и не то, что мотивация, даже может и есть мотивация, но закон настолько сложный, что добраться в нем, ну, так вот сесть, его просто на всякий случай выучить, то, может быть, действительно не надо. Я сделал модульный учебник, то есть, можно какой-то отдельный аспект этого законодательства изучать. Я постарался сделать его цикавым и корыстным, то есть, очень много... Ну, я бы с удовольствием, потому что я хочу, чтобы он был бесплатный, чтобы все имели доступ, и там будет масса мультимедиа, там и мультики, там и такие наши любимые кинофильмы, которые по теме. Ну, такой, скажем так, учебник с картинками, и он должен быть увлекательным. Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был Владимир Николаевич Барышников, специалист в области коррупции, профессор кафедры административного менеджмента и политики занятости Института подготовки кадров. А наш информационный вечер продолжит блок новостей. Далее будет политический вечер с Владимиром Волей, где он с гостем обсудит, как развивается предвыборная борьба в США, кто фавориты от демократов и республиканцев, каковы шансы у Дональда Трампа и насколько близки американцам его заявления. А мы по традиции, 17 канал желает вам мирного неба над головой. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова